Время диффузных, если говорить о диффузных, несколько крупных групп изменений печени, сопряженных с метаболическими болезнями, болезнями накопления, хроническими поражениями печени различного генеза и различные диффузные сосудистые заболевания печени. Ключевое, что нам нужно понимать, к чему это ведет. Все ведет к фиброзу, циррозу с дальнейшим исходом либо в гептоцеллюлярный рак, либо в печеночную недостаточность. Поэтому наша задача, как врачей-диагностов, вовремя найти изменения, дифференцировать. Если изменения есть, то уже отслеживать динамику на фоне лечения. Биопсия печени, конечно, эталонный метод детально позволяет оценить изменения, но биопсия сопряжена со высокими рисками осложнениями, с подготовкой к исследованию. И также по площади исследования за счет диффузных изменений можно какие-то изменения не так интерпретировать. То есть лучевая диагностика динамичная, а отрасль развивается. Поэтому что необходимо нам для диагностики диффузных изменений печени? Должен быть метод с низкой внутри- и межоператорской вариабельностью, неинвазивный, относительно дешевый, с низким риском осложнений и высокой информативностью. Что имеем на данный момент? Можно оценивать по лабораторным тестам различные фибротесты, также просто обычный биохимический анализ крови, повышение транссимина, сможет нам подсказать какую-то информацию. По различным методам визуализации можем оценивать УЗИ, КТ, МРТ. И также неинвазивно можем оценивать физические свойства по транзиентной эластографии, по ультразвуковой эластографии, мэроэластографии. В транзиентной эластографии метод хорошо зарекомендованы, с высокой воспроизводимостью, высокой диагностической эффективностью, но ключевым минусом в данной методике является, что мы не можем при выполнении визуализировать паренхему печени, чтобы выбрать участок наилучший для измерения. Также при данной методике ложноположительная вероятность высока ложноположительных результатов при остром гепатитехолистазе, приёме пищи и приёме алкоголя. Буквально на днях была пациентка с показаниями к проведению ультразвуковой эластографии. Соответственно, правая доля у неё вся выполнена кистозными структурами, тут эластографию невозможно выполнить. Поэтому в данном случае транзиентная эластография, если бы она пошла на эту процедуру, имела бы ложные значения. Б-режим мы не можем количественно оценить, можем только качественно сказать о контуре, о внутренней структуре паренхемы печени, о сосудистом рисунке. Поэтому это субъективная оценка, и высока межоператорская вариабельность, и низкая эффективность при начальных изменениях. Соответственно, существуют различные комбинированные методики. Раньше мы имели фиброз, только эластографию фиброскана могли подтверждать стеатоз ТМР, МРТ либо биопсии, и воспаление это только биопсии. Сейчас по данным ультразвуковой диагностики мы можем измерить фиброзные изменения, изменения стеатоз, и можем предположительно высказаться о наличии воспалительных изменений в печени. Множество аппаратов, множество методик, цветовых кодировок, шкал. Соответственно, по порядку, если говорить о фиброзных изменениях, неинвазивная оценка, существует два вида. Это точечная эластография, двумерная эластография и точечная. Мы видим одно окно измерения, двумерная цветовая кодировка шкалы. Алексею Васильевичу Мборскому и командой разработана специальная таблица эластометрии печени. Подробно вы можете ознакомиться на сайте их научно-исследовательской лаборатории. Много плюсов. Не требуется специальное оборудование. Обычный ультразвуковой сканер со специальным режимом. Можем выбрать область интереса вне зависимости от сосудистых структур, от очаговых образований. Высокая эффективность. Данную методику мы можем использовать при мониторинге на фоне лечения. При двумерной эластографии плюсом является в том, что мы видим цветовую кодировку и можем видеть правильность выполнения методики. Соответственно, приточечно это является... Мы не можем выбрать... Мы можем провести измерения, только потом оценить результаты, что является относительным недостатком. Существуют разные значения у фирмопроизводителей. Это все нужно уточнять. И также может иметь место ложноположительный результат. То есть мы можем... Если пациент поел за полчаса до исследования, мы не спросили его об этом или не знали, то мы можем написать фиброзные выраженные изменения, которых нет на самом деле. По затуханию ультразвуковой волны мы можем судить о наличии стеатоза. Количественно можем измерить стеатоз, высокой диагностической точностью, особенно S2, S3. Также она проводится на обычном ультразвуковом приборе. Можем выбрать зону оценки интереса. И также возможно изменять на фоне лечения, динамику на фоне лечения. Опция к недостаткам дороговизна, невозможность на определенные сканеры. Это только экспертные ультразвуковые аппараты. И также разные значения от фирмопроизводителей. Новая методика по оценке сдвиговой волны мы можем судить по дисперсии сдвиговых волн. Судить о воспалении, о вязкости тканей. Как проходит эластография. Если есть вязкость, больше вязкость, значит больше воспалительные изменения. Если меньше вязкость, значит отсутствие воспалительных изменений. Соответственно, все эти три методики сейчас во многих случаях объединены в гибридные технологии. По одному расчету, по УЗИ мы можем сказать о скорости распространения сдвиговой волны в метрах в секунду, в килопаскалях. О затухании сигнала, который свидетельствует о стеатозе. И также измерить индекс воспалительной активности в печени. Также различные цветовые кодировки в зависимости от фирмопаратов. Понятно, что мы используем методики у пациентов с хроническими вирусными заболеваниями на фоне показаний. При измерении стеатоза у пациентов с гиперлипидемией, с сахарным диабетом. Но если смотреть в онкологической практике, как мы можем использовать данную методику. Это лекарственное поражение печени. Множество препаратов химиотерапии. Практически в большинстве случаев может повышаться АЛТ, АСТ. То есть есть гептотоксичность у препаратов. Можем оценить по УЗИ. Соответственно, все химиопрепараты могут усугублять имеющийся процесс. Либо его индуцировать. Повреждение печени может быть обратимым. Что также мы можем доказать по УЗИ. Лекарственное поражение печени. Несколько есть форм. Одной из форм является именно лекарственная индуцированность стеатоз, стеатогепатит. Выделен даже в специальный термин. Именно связанный с проведением химиотерапии. Длительный каскад реакции. Не буду на нем подробно останавливаться. Есть множество индуцирующих факторов, как пациентка, химиотерапия и онканамнез в виде метастатического поражения печени. Также мы можем использовать данные гибридные технологии в предоперационной подготовке, при планировании операции. По разным данным разные дают значения, что функциональный резерв печени 20% в норме можно оставить. С нормальными, без изменений печени, 30% либо 40% это либо стеатоз, либо фиброз печени. То есть это должна быть остаточный объем паренхима. И остаточный объем не равен эквивалентной ее адекватной функции. Соответственно, если мы неправильно оценим функциональный резерв печени и будет резекция печени, можно получить выраженные послеоперационные осложнения с летальностью. Значит, если на клинических примерах, при отклонениях в анализе крови пациентка получала лечение по поводу рака молочной железы, имеется небольшое повышение АЛТ в анамнезе и индекс массы тела в норме, то есть нет ожирения. Комплексная оценка по гибридным технологиям провели эластографию сдвиговых волн, на определение стеатоза, воспалительной активности. Учитывая данные биохимического анализа крови и данные УЗИ, мы можем интерпретировать как стеатоз и воспаление печени, начальные проявления стеатогепатита. Соответственно, рекомендацией была консультация гастроэнтеролога. Если говорить о предоперационной подготовке пациентка с леями саркомы, прогрессирование, были абляции очагов в печени, снова появились очаги. Сейчас планируемый объем вмешательства был по декотенгиографии, и исследовалась паренхима печени в научных целях. Насколько есть какие-то изменения на фоне химиотерапии, можем заметить, чем прекрасно сдвиговала эластография, что чем ближе к очагу, можем видеть, волны должны идти параллельно. Ближе к очагу они идут с дефектом, нарушением. Мы можем выбрать зоны, которые подвержены минимальным изменениям, измерить количественные значения в данных зонах. Естественно, фиброза нет, есть вторая степень жирового гипотоза, нет наличия воспаления. Но так как тут не было большого объема вмешательства, были отклонения в анализах крови после операции, пациентка в удовлетворительном состоянии выписалась после лечения. На фоне полихимиотерапии, также в B-режиме, просто можем посмотреть на размеры печени, на контур оценить и визуально сравнить, оценить, есть ли стеатозные изменения в печени, либо нет. Также на фоне химиотерапии наблюдается повышение трансаминаз. Также при выполнении по картам сдвиговой волны, мы видим уже не параллельное распространение сдвиговой волны, можем предположить, что есть изменения. Соответственно, здесь также с учетом клиника лабораторных данных стеатогепатит. На фоне гормонотерапии, помимо химии, пациенты длительное время принимают и гормонотерапию, как в данном случае пациентка принимает тамоксифен. По анализам крови отклонений нет, но есть предожирение по индексу массы тела. По УЗИ не было выявлено значимых отклонений. До сентября 2021 года было исследование ни фиброзы, ни стеатозы, выявлено не было. Соответственно, в марте 2023 года также не было выявлено значимых нарушений на тамоксифене, а по данным литературы тамоксифен может индуцировать проявление стеатоза в печени. Также дальше пациентка проходит динамическое наблюдение. Перед началом лечения пациенты также приходят на исследование, которым предстоит длительная терапия. Пациенты впервые выявлены хронический гепатит B, не знает когда, как цель исследования перед началом лечения по поводу лимфомы Ходжкина и по данным биохимического анализа крови выражены повышения трансаминаз. Что хотел продемонстрировать этим клиническим наблюдением? Что если бы не было бы данных о воспалительной активности, мы не знали бы анализа в крови, то мы бы написали бы цирроз и отправили бы пациента дальше. Но мы не можем интерпретировать корректно эти значения, потому что, во-первых, трансаминазы повышены, а значит, мы повышены больше, чем в три раза. Мы не можем оценивать фиброзные изменения, грамотно оценить. Соответственно, этот пациент должен дальше проходить эту процедуру после нормализации клинико-лабораторных показателей. То есть это данная эластография. В данном случае она не информативна. Еще одна пациентка, тоже хронический гепатит B, неизвестной данности, тоже перед началом лечения по поводу лимфомы. В данном случае не было выявлено фиброзных изменений печени, но был выявлен выраженный стеатоз. По анализам крови пациентки все было хорошо, поэтому дальше она просто будет наблюдаться в динамике на фоне лечения. По итогу методика хорошая, перспективная, неинвазивная. Нет лучевой нагрузки. Быстро исследование, 5 минут, и мы получаем данные. Можем исследовать большую площадь исследуемой зоны. Очень перспективная методика в рамках мониторинга на фоне лечения в контексте онкологической практики. Спасибо за внимание. Продолжение следует...